Спонсорами настоящей программы являются друзья и партнёры Kingdom Connection. Субтитры создавал DimaTorzok Один из них – молодой человек, который очень хотел проявить себя на работе. Другой был старший, опытный лесоруб, который работал уже много лет и был уважаем, потому что он был очень хорошим лесорубом. И молодой лесоруб вызвал старого лесоруба на соревнования. Он сказал, «Сегодня я вызываю тебя перед всеми этими людьми и прошу срубить как можно больше деревьев в лесу. Я сделаю то же самое». Тот, кто срубит больше деревьев и выиграет состязание, мы узнаем, кто же лучший на самом деле лесоруб. Опытный лесоруб ответил, «Я согласен, сынок. Молодой человек был молодость, силён, хорошо сложен, в нём бурлила молодость, он был мускулист. А пожилой лесоруб был стар, но он занимался этим уже много лет. И вот они приступили тем утром в одно и то же время. Молодой парень просто размахивал топором и срубал деревья так быстро, как только мог. Он переходил одного дерева к другому, не останавливаясь, не бросая своё дело, не делая даже передышку. Он срубал одно дерево за другим, одно за другим. Пожилой лесник тоже срубил деревья, но после каждого дерева он присаживался, отдыхал минут на пятнадцать. А затем он вставал и рубил новое дерево и снова отдыхал. И затем опять вставал и опять рубил деревья, садился после каждого дерева отдыхать. Но к концу дня было заметно, это очевидно, что пожилой лесоруб срубил больше деревьев, чем тот, который даже не останавливался в это утро. В отчаянии молодой человек понял, что проиграл состязание. Он подошёл к старому леснику и сказал, ты выиграл, но мне нужно кое-что понять. Я видел, как ты присаживался и видел, как после каждого дерева ты останавливался, отдыхал, садился вот там под деревом и расслаблялся. А я продолжал махать топором, продолжал рубить деревья. Он всё спрашивал, как ты мог нарубить больше, чем я? Ты же отдыхал после каждого дерева. Он ответил, сынок, чего ты не знаешь, так это то, что каждый раз, когда я садился, каждый раз, когда я садился отдохнуть, я точил свой топор. Проблема многих людей в том, что они размахивают тупым топором. Они потеряли остриё. Видите, это возможно, потерять остриё. Это может произойти не только с лесорубом, это может произойти с христианином, когда мы духовно притупляемся, когда мы поём песни, но не остро это ощущаем, когда мы поднимаем наши руки, но не чувствуем остроты. Когда мы делаем то, чего от нас ждут, приходим в церковь, но не ощущаем остроты, нет помазания, это вроде скучной, рутинной и обязательного ритуала. Что делает пост? Пост возвращает нам остроту чувств. Пост снова даёт нам чувство страсти. Пост даёт нам способность быть продуктивными и успешными, и мы завершаем волю Бога. И вы знаете, что трудно срубить дерево палкой? И намного труднее срубить дерево, если ваше лезвие не заточено, если топор не острый, тупой. И что делает пост? Он замедляет, приостанавливает, он затачивает наше остриё. Он возвращает остриё нам. Во второй книге Царств, глава шестая, стих первый. «И сказали сыны пророков и лисею, вот место, где мы живём при тебе, тесно для нас, пойдём к Иордану и возьмём оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Мы вступаем в программу строительства. Давайте пойдём и построим ещё больше здания, чем мы сможем жить». И он ответил, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди, и ты с рабами твоими». И сказал он, «Пойду». И пошёл с ним, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание, и сказал человек Божий, «Где он упал?» И он указал ему место, и отрубил он кусок дерева, бросил туда, и всплыл топор. Это история о молодом человеке, который по-настоящему хотел сделать что-то для Бога. У него был топор. Они собирались расширить школу пророка. Они пошли туда, чтобы обучаться в качестве пророков. Они чувствовали призыв Бога в своей жизни. Но в процессе строительства этого нового здания, в процессе рубки деревьев, топор упал каким-то образом, выскочил и упал в тёмные, мутные реки Иордана. И, как вы знаете, железо не всплывает, оно тонет. И когда топор пошёл ко дну реки, это была трагедия, ведь у него не было магазина, куда бы могли пойти за новым топором. Это была большая сделка. Топор одолжили. Наступило замещательство. Проповедник, который одолжил топор, не может даже вернуть то, что он одолжил, говорится в Писании. Они рубили деревья. Я сомневаюсь, что этот паренёк подписывался на то, чтобы быть лесорубом. Он был призван учить, он был призван проповедовать, он был призван молиться, он был призван совершать духовные вещи, но, тем не менее, призыв Господа привел к тому, чтобы взять в руки топор и рубить деревья. Мозоли никогда не останавливали духовности от возложения рук. Если от работы у вас появились мозоли, то это никогда не остановит вас от того, чтобы вы были в служении. Что я пытаюсь сказать? Если вас чему-то призывают, то это не придёт без тяжёлого труда. Не бойтесь работать. Не бойтесь работать. Работайте для Бога. Много раз до того, как Бог начнёт доверять вам духовную платформу, Он позволит вам поработать. Поработать, посмотреть, как вы справляетесь с этой работой. В Писании сказано. В процессе он потерял остриё топора. Когда остриё топора потерялось, он не смог найти её. Потом, что он не смог увидеть, топор упал в мутные воды Иордана. И так как он не мог это увидеть, он подумал, что топор исчез. В душе я ощущаю, что многие из вас потеряли своё остриё. И если говорить духовно, даже в вашей личной жизни вы потеряли остриё. Однажды у вас было остриё. Однажды у вас было помазание. Однажды вы просвятили себя духовному труду. И была страсть к этому. Однажды у вас был огонь, Господин. Однажды у вас было остриё. Но что-то произошло в вашей жизни. Где-то в вашей жизни потерялось остриё, и враг убедил вас, что оно исчезло в мутных темных водах, и что вы никогда не сможете вернуть его обратно. Но я сегодня утром призываю вас вернуть своё остриё. Враг хочет убедить вас, что оно исчезло навсегда. Ваше помазание исчезло навсегда. Ваша цель исчезла навсегда. Ваша мечта исчезла навсегда. Ваша способность за чего-то, что произошло в жизни, исчезла навсегда. Ваши потерянные дети исчезли навсегда. И вы никогда не будете больше им полезны. Мы можем вернуть остриё. Мы можем вернуть то, что исчезло. Враг щепчет, что это никогда не вернётся. но Бог все же заставил железо всплыть. Мы вступаем в 21-дневный пост, чтобы вернуть и получить обратное острие в нашу жизнь. Помазание, благословение, прославление вернут вам ваше острие, ваши молитвы. Когда вы молитесь, то появляется сила в этой молитве. Это не должно быть скучным, обыденным, не должно быть ритуалом прийти в Дом Божий в этом году. Во имя Иисуса вы вернете себе свое острие, вы вернете свою цель, вы увидите движение Бога, и к вам вернется опять ваше острие. Пришло время получить его назад. Второе, что вам нужно сделать, чтобы вернуть ваше острие, признать, когда вы поститесь и молитесь, признать, что вы его потеряли. Так много христиан отказываются это признавать. Вы должны признать, я его утерял. Я просто делаю вид, но нельзя обманывать людей так долго, когда острие утеряно. Когда острие утеряно, исчезает всякого рода рвение. Вы должны понять кое-что о рвении. Рвение по Богу переносимо. То есть, если у вас есть рвение, оно будет перенесено на вашу семью, на детей, на людей. И если вы теряете острие, второе, что нужно понять, отсутствие рвения также переносится на других. Если вы потеряли страсть и ваше острие, духовно это переносится на людей, которые ближе всего к вам. Поэтому, что вам нужно сделать, признать, я это потерял. И третье, вы должны поделиться с этим, с кем-то духовных людей. Обратите внимание, когда он признал, что потерял его внимание, когда он сказал, я верну его, то он пошел к пророку и сказал, пророк, я потерял острие, я должен его вернуть. Он пошел к кому-то духовному. В послании Галатам, глава 6, говорится, братья, если и впадает человек в какое-то согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе крепости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Он сказал, когда кто-то впадает в грех, совершает ошибку, пусть найдет он духовного человека, который восстановит его. Обратите внимание, когда они пошли к Елисею и сказали, я потерял, я потерял, я запутался. Он не сказал, ты жалкое существо, ты глупое существо, что ты сделал. Нет, он не сказал. Он не сделал этого. Духовные люди становятся на колени, но не побегут к телефону. Мне нужна благодать в моей жизни, говорят они. Они понимают, поэтому я дам тебе поддержку там, где ты это потерял. Кто-то сорвался с ручки, вы просто выпустили ручку и потеряли ее. И что вам нужно сделать? И вы благословлены на это, когда вы можете прийти к Елисею в вашей жизни. К кому-то духовному, кто знает, как нужно молиться. Всем нужен человек в жизни, который может прикоснуться к небесам, который знает, как поднимать руки. Кто знает, как благословить вас и ободрить. Елисей, говорится в Писании, сказал, «Возвращайся туда, где ты его потерял. Приведи меня туда, где оно выскочило и упало в воду». Вы должны возвратиться туда, где вы его потеряли. Возвращайтесь, чтобы двигаться вперед. Смиритесь с этим. Произовите кровь Христа и верьте, что Бог может вернуть вам ваше острие. В Библии говорится, «Пророк взял кусок дерева и сломал его». И бросил его, и дерево коснулось воды. Дерево является символом Голгофы. Дерево, на котором распяли Иисуса на Голгофе. И благодаря кресту, когда крест прикасается к тому месту в нашей жизни, где мы что-то потеряли, внезапно железо начинает опровергать все загоны гравитации. Железо поплыло. Железо начало всплывать и поплыло по реке Иордан. Чудо, которое я чувствую в душе, Бог пытается заставить нас понять, что если Он может заставить железо плавать, то Он все еще может восстанавливать то, что просто враг говорит утеряно. И вы возвращаете свое острие, возвращаете уверенность, возвращаете помазание свое и страсть. Железо поплыло, и железо все еще плывет. Оно плавает. Поднимите свое острие. Пророк повернулся к мальчику и сказал, «Подними его», когда топор приблизился к берегу. Теперь я понимаю, если ты заставишь железо плыть, почему бы тебе просто не сделать прыжок и не схватить топор? Но Бог ответил, «Я хочу, чтобы он почувствовал в этом чуде. Скажи мальчику, который потерял его, потерял острие, сделать то, что он может сделать, поднять его». Пост — это то, что вы можете сделать. Пост — ваша задача. Железо, которое плавает, — задача Бога. Кто-то потерял острие из-за грехов. Заострите свой топор, и вы сможете разрубить порнографию в вашей жизни. Когда вы будете соблюдать этот пост, у вас будет острый топор, чтобы отрубить табак и алкоголь. Вы никогда не будете курить снова. Кто-то откажется от алкоголя. Кто-то разрубит свою двойную жизнь. Вы живете одной жизнью среди людей, но у вас есть секретная жизнь. Бог хочет разрубить силы дьявола и убрать их из вашей жизни, чтобы вы могли обрести свободу. Это не игра. Это ваша душа. Это вечность. Это то, что находится на карте, и вам нужно отдать себя Богу полностью, чтобы он смог вернуть вам острый топор для борьбы с любыми акомами в вашей жизни. Вы должны отказаться от наркотиков. Разрубите ошибки прошлого. Разрубите все старые вещи, которые продолжают опускать вас на дно. Тот грех, запинающий нас. Свергнем себя. Мне это нравится, потому что это связано с постом. Свергнем в себя всякое бремя и запинающий грех. Моя дочь Кортни написала мне сообщение в среду после церкви. Если быть точным, то на следующий день, когда мы пошли перекусить с некоторыми членами моей семьи, и она написала и сказала, «Папа, в среду вечером, когда ты проповедовал, а я проповедовал на тему Иисус, проходящий мимо, один из моих друзей, который раньше никогда не был во Фри Чеппел, пошел в твою церковь». Он пришел в твою церковь, и он писал мне во время служения, рассказывал он ей. И она сказала, «Этот парень не из нашего кампуса и так далее. Он не привык к такой церкви, но он пришел». И она сказала, «Папа, он был так тронут, когда пришел домой, что внутри он услышал желание, что он должен прочитать опять Библию. Он не читал Библию месяцами. И что-то внутри его, понимаете, это возвращение острия». И вот и сделка. А она сказала, «Он заработал 2000 долларов наличными полгода назад». Вроде бы она сказала, что он положил эти деньги куда-то, чтобы спрятать, и забыл, куда. Он забыл, куда положил. И это было Рождество. Вот вы смеетесь над этим, а я могу сказать то же самое о себе. Это мой мир. В этом я живу. Он не мог вспомнить две. Можете себе представить, две тысячи долларов наличными потерялись, пропали. И он вычеркнул их. Должно быть, я положил их на сиденье или куда-то еще, они выпали, и я их больше никогда не увижу. Кто-то же поднял и сказал, «О, Иегова, Ирии». Вы знаете, как мы делаем? Мы никому не скажем. Смотрите, кто-то потерял деньги. Ух ты. Я молился. Я молился, чтобы Иегова послал мне их назад. И так, этот парень был здесь вечером в среду. Его тронула проповедь, он идет домой, его деньги ушли, но в темной мутной реке Иордания они, и их никогда не увидишь. Он несколько месяцев не читал Библию и открывает Библию после этой службы. А внутри две тысячи долларов. Я подумал про себя, надо бы прочитать проповедь на эту тему. Вы знаете, где ваши деньги? Их нет в вашем плане симулирования, их нет в экономике. На Олл-стрит вам нужно открыть книгу, если вы снова хотите увидеть Болесловение Божие. Вам нужно вернуть ваше острие. Единственный способ – это молитва-пост, молитва-пост. В этом году мы видели, как Бог благословил наше служение. Я говорю этого слава Бога, чтобы поддержать людей. Как вам удалось это? После молитва дают вам острие. Некоторые из вас все, что-то вы ищете, если бы я только мог, угадайте, где вы можете все это найти? Поднимите ваши руки. Приняйте себе острие. Я чувствую помазание в этом месте. Верните свое острие, острие освящения. Посмотрите на меня. Острие обеспечения, острие святости. Да, да, вот так меня не волнует, что приемлемо для других, что нет. Меня не волнует, сколько еще людей это делает. Есть острие, если вы хотите получить его, пока другие размахивают и делают очень мало, вы сделаете намного больше. У вас есть острый топор. Единственный способ заточить его, чтобы он был острым, это после молитвы. Поднимите руки, молитесь ему. Я снова пришел, Господи. Джентль, ты за мной скучно без твоего помазания. Моя проповедь скучна. Мне нужно Твое помазание. Господи, в церкви нужно помазание Твое. Господи, больше, чем нам нужно дыхание, нам нужно помазание. И так много людей потеряли его. Они потеряли. Давайте вернем острие топора сегодня утром. Повторяйте. Я не уйду отсюда. Без моего острия я не уйду. Во имя Иисуса. Я признаю, я потерял свое острие. Во мне нет никакой остроты. Которой я, духовный привык, Господи, заостри мой топор. В последующие 21 день соверши вам неработу. Встаньте, поднимите руки. Так высоко, как можете. И следующее, 60 секунд. Откройте уста и прославьте Бога. Прославьте Бога. Откройте уста и прославьте Бога. Пусть в вашем горле появится голос. Воскликните Богу. Повысьте звук вашего голоса. Воскликните. Кто-нибудь голоден? Кто-нибудь хочет вернуть острие? Кто-то хочет вернуть острие? Кто-то готов к тому, чтобы узнать волю Господа? Вы хотите получить правильное направление за ваше назначение, в вашей жизни? Боже, помоги мне. Верни мне мое острие. Молитесь. Моя маленькая сестра всегда ходила за мной, куда бы я ни пошла. Мне было 15, когда она родилась, и это была такая радость, что она появилась. Ее маленькое личико всегда заставляло меня улыбаться, как бы я в этот момент себя не чувствовала. Но когда она выросла и стала подростком, а я переехала и начала самостоятельную жизнь, она связалась с неправильными людьми. Она начала выпивать и принимать наркотики. Моя маленькая сестра, которую я знала и любила, стала медленно пропадать. Каждый раз, когда я приходила в церковь, я думала только о ней. Молилась о ней каждый день, пока она уходила все дальше. И каждый раз, когда мы присоединялись к 21-дневному посту, главная причина, по которой я постилась, была она. Я начала чувствовать себя беспомощной. Временами думала, смогу ли я когда-нибудь ее вернуть. Из-за нее я была совсем разбита. Но я пришла в церковь и услышала, как пастор Фрэнклин проповедует об урожае в полях. Я чувствовала, что мной движет Господь, и просто не могла сдаться. Несколько недель спустя, я снова попросила свою сестру пойти со мной в церковь и получила знакомый ответ. «Однозначно нет, это не для меня». Но она недавно получила свою первую машину, и ей нужна была помощь со страховкой. Я сказала, что я помогу ей с одним условием, что она должна пойти со мной в церковь. Она согласилась. Когда мы шли в церковь, я молилась, чтобы каким-то образом правильные слова пастора дошли до ее сердца. Пока она сидела рядом со мной на службе, пастор Фрэнклин начал говорить о суициде. Я взглянула на нее, у нее по щекам текли слезы. Понимаете, только год назад 19-летний парень, с которым она встречалась, застрелился. Она была последней, кто с ним разговаривал. Она плакала, пока пастор рассказывал, как кто-то умирает, не познав Христа. Когда пастор Фрэнклин призвал к спасению, ее руки поднялись, она опустилась и приняла Иисуса Христа. Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт ДжентезенФранклин.орг